В Подмосковье стартовала акция «Шина». В регионе создаются площадки для приема в утиль автопокрышек. Шины нельзя захоранивать на полигонах, только перерабатывать. В спецпунктах принимают любые покрышки диаметром до 2000 мм. На многих площадках сдать резину можно бесплатно. Где-то попросят за утилизацию символическую плату. Все старые покрышки отправляются на заводы по переработке. Из полученной крошки изготавливают покрытие для спортивных и детских площадок. Провельные материалы, битумные мастики, новые шины. Акция продлится до 15 декабря. Рейтинг популярных купелей на крещение составили в Подмосковье. Эксперты нашли места с раздевалками и пунктами для обогрева. Особое внимание уделяли наличию врачей и спасателей. На первой строчке рейтинга купель у святого источника «Пелый колодец» в Зарайске. В прошлом году ее посетили 2000 человек. Также в топ-10 вошла купель в усадьбе Демьянова в городском округе Клин. На культурном форуме в Санкт-Петербурге был отмечен труд сотрудников Клинских библиотек. Одну из памятных медалей за большую работу библиотек по продвижению творчества Даниила Гранина получил наш округ. Кроме того, на форуме было подписано трехстороннее соглашение между городским округом Клин, Русско-Китайским фондом развития культуры, образования и науки и Клинской детской школы искусств имени Петра Ильича Чайковского. Первая юношеская делегация клинчан уже в апреле отправится в город Ченду на открытие русской выставки. Выставка «Шагал между небом и землей» открылась в музейном комплексе «Новый Иерусалим» в Истрии. Здесь представлены 239 работ Марка Шагала. Выставка проходит впервые в Московской области при личной поддержке губернатора Андрея Воробьева. Одновременно с открытием был дан старт туристической программы «Зима в Подмосковье». Зимний сезон этого года в нашем округе принесет много развлечений и фестивалей. В программе юбилейный визит российского Деда Мороза, елка в лесу, народная лыжня и другие мероприятия. Напомним, что в прошлом году в Клину создали новую рекреационную зону, которая стала всесезонной – парк Шариха-Глазовка. Редактор субтитров А.Семкин